Центр избирком предложил провести выборы 7 и 17 ноября нынешнего года в верхнюю и нижнюю палат парламента соответственно. Эти даты сегодня озвучила Лидия Ермошина по итогам рабочей встречи с президентом Беларуси. Александр Лукашенко поручил доработать и представить проекты указов до конца недели, так чтобы избирательная кампания могла стартовать уже 5 августа. Напомню, срок полномочий президента и парламента истекает в 2020 году. Но в нашей стране не принято совмещать выборы. Решено развести две избирательные кампании. И в апреле, во время ежегодного послания народу и парламенту, Александр Лукашенко заявил, что выборы в Палату представителей пройдут в этом году, а президентские, как и планировали, в следующем. Основное требование главы государства – избирательная кампания должна быть в рамках Конституции, а интересы беларусов, стабильность и порядок в стране должны быть превыше всего. Мы уже четко определили, что в этом году мы проводим парламентские выборы, а в следующем году мы проводим президентские выборы. Несмотря на прогнозы некоторых знатоков о том, что Лукашенко в этом году, поскольку тихо, спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и в него надолго присесть. Это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону в рамках Конституции, и поскольку совпадают выборы парламентские и президентские, мы все-таки решили их развести. Но порядок и стабильность лежат в основе. Все должно быть по закону. Как определили по Конституции и закону, так мы и проведем выборы. Они для нас, для нашего народа. Они не для кого-то там, хотя и хотелось бы лицо сохранить и внешне выглядеть нормально. Во время встречи затронули вопросы международного наблюдения за ходом избирательной кампании. Президент отметил, что мы открыты для всех, кто хочет приехать и посмотреть на воле изъявления беларусов изнутри. Но мы не будем приглашать экспертов в угоду чьим-то интересам. Кроме того, важно, чтобы избиратели могли оперативно получать информацию о голосовании. Глава Центра избиркома сообщила, что в день выборов будет работать Единый Центр. А также для нашего удобства появится доступ к электронным картам округов. Хороший доступ к картам избирательных округов, которые будут в этом году электронные карты избирательных округов, которые уже разработаны на базе точных ресурсов, которые обладает Комитет по госимуществу и земельным ресурсам. Наш республиканский союз молодежи работает над приложением к мобильным телефонам, по которому каждый гражданин, каждый избиратель сможет точности установить по телефону свой избирательный участок, по адресу, его месторасположение и даже маршрут. Напомню, в ноябре этого года белорусам предстоит выбрать 110 депутатов, которые в течение четырех лет будут представлять интересы своих округов в парламенте.